Какой была мама Владимира Путина? У меня были добрые отношения с родителями, они меня очень любили. Я ощущал это постоянно на себе. Мария Шеломова родилась в деревне Заречье Тверской области и выросла в простой крестьянской семье. В 17 лет девушка познакомилась с будущим супругом Владимиром Путиным. В том же году молодые люди поженились и переехали в город Петергов. Первый сын Владимира и Марии, Олег, умер в младенчестве. Второй ребенок, Виктор, родился накануне войны. Когда начались боевые действия, Мария проводила мужа на фронт и перебралась вместе с сыном в Ленинград. Там она устроилась в швейную мастерскую и помогала обеспечивать одежды и теплыми варежками фронтовиков. С чего начинается родина? Родина у нас в сердце. С мамой. Во время блокады она пережила смерть сына и сама едва не погибла от голода. Муж Владимир был ранен в бою. Несмотря на голод и плохое самочувствие, Мария находила силы, чтобы навещать мужа в госпитале. А он, в свою очередь, подкармливал ее своим пайком. После войны супруги трудились на вагоностроительном заводе и ютились в маленькой комнате коммунальной квартиры. В 50-е годы Мария работала сторожем в комиссионном магазине, принимала хлеб в булочные в ночное время и убирала снег. В 41 год женщина родила сына Владимира. Путины жили очень скромно. В доме не было ни ванны, ни горячей воды. Квартиры отапливались дровами. Сына приходилось укладывать в корзину для белья за неимением детской кроватки. Но, несмотря на сложности, мать всегда пыталась создать в доме уют и одарить мужа и ребенка лаской и заботой. Мы скромно жили, поэтому щи, котлеты для меня. И, ну вот, блин, в воскресенье, там, по празднику, мама делала переварки пирошей с капустой, с мясом, с рисом. И мы такие водоросли, с пучей пусей. В 1972 году у женщины начало портиться здоровье. Она перенесла операцию и получила инвалидность первой группы. Несколько лет она лечилась от онкологии. Мария Ивановна умерла в 1998 году в возрасте 86 лет в онкологическом институте в поселке Песочном под Санкт-Петербургом. Родители любят нас. Очень. И мы не сразу это понимаем. Мы не сразу понимаем роль мамы. Но мы очень многое забываем. Мы же постоянно все забываем. Мама никогда не забывает, как она нас растила. кормила, ухаживала, как она нас оберегала. И мы никогда не должны этого забывать. Мы знаем. Это мы живы. Держись. Органи Used. Кормила. Кормила. А это мы с Родиной. П Gerade 7. Продолжение следует Lord. Proteste. fühла.